Доброе утро, мои хорошие! Моё утро начинается вот так. Смотрите на него. Сегодня мы идём на прививочку. С этим дурочком. Он пока не знает, поэтому так подлизывается. Вы знаете, всегда есть какой-то закон подлости. Когда мы идём к ветеринару, обязательно должен быть дождик. Но сегодня я переносить не буду, ничего страшного. Побежим. Ветеринар недалеко у нас находится. А на кухню как приятно заходить. Вчера я прибрала здесь, вытерла пыль, помыла полы. И прям красота. Утром встаёшь и прям приятно сюда заходить. Сделаем чаёчек. Здесь нету. Я вообще планировала снять видео «Собирайте со мной», потом один мук-банк, а потом уже пойти. Но не успею уже. Кто-нибудь мне может объяснить, почему он так кайфует от походов на балкон? Здесь даже его туалета нет. Вот что ты там будешь делать? Упадёшь ещё, дурачок. Ну ладно, это твоё дело. И с одним вот таким маленьким твиксиком попью чай во время макияжа. Так, выбираем косметику. Возьму румяшки от Sleek. Мне они очень нравятся, только они сложно открываются и закрываются. Всё остальное из косметички, но ещё хочу взять хайлайтер. Давайте вот этот. Он настолько обалденный. Я его покупала на сайте Revolution Beauty. И он очень сильно пигментированный. Сейчас покажу. Он настолько мягкий, шелковистый. Это просто я дотронулась. Прикиньте, такая вот пигментация. К сожалению, сняли с производства. Я же говорю, всегда самое лучшее снимают с производства. Поэтому даже номерочек не буду говорить. Но это просто обалденный хайлайтер. Просто лучший. К великому сожалению, в логовой камере нет выхода микрофона. Вот. Поэтому приходится подключать тяжёлую артиллерию. Я притащила ещё и штатив. Ура, я в кадре. Я вообще, по идее, должна была встать, накраситься, снимать видео, собирайся со мной, потом снять мук-банк, а потом уже пойти к ветеринару. Ну, я проспала. За кадром я уже нанесла тон. Тон у меня вот такой вот от NYX. Он называется Stay Matte. Вот. Изначально он мне, кстати, не очень понравился, но потом в процессе использования я поняла, что это просто идеальный тон. Так что я в восторге от него. Его нанесла я за кадром. Сейчас будем закреплять пудрой. И посмотрите на мою пудру. Она уже заканчивается, но я иногда смотрю бьюти-блогеров, которые тоже собирают, как я, пустые баночки. Я вас задрала с этими пустыми баночками. Ну, ничего, слышите? В общем, в таком состоянии пудра. И она говорит, всё, пудра закончилась. И у меня прям, знаете, как будто на меня вылили кипяток воды. Я такая думаю, она же не закончилась. Как ты можешь? Это не честно. Для меня это как какой-то челлендж, так скажем. Вот, поэтому я должна добить до конца. Причём честно добить. Не просто сделать вид, что она закончилась и всё. Кстати, жирность кожи моей уже вернулась, но прыщиков нету, как вы видите. Слава богу. Есть неровности какие-то на лице, конечно, тон нужно наносить, но уже вот этих прыщей нету. Я пока что, знаете, как-то боюсь радоваться. Многие пишут, вау, какая классная у тебя кожа стала после препарата, после лечения. Но, блин, я думаю, как бы не сглазить. Не пишите такое. Боюсь сглазить. И это я человек, который несоеверно, не верит в такие вещи. Просто одна из моих мечт наконец-то осуществилась. Надеюсь, что в скорое время пудра закончится и она тоже пойдёт в пустые баночки. Посмотрите, совсем чуть-чуть вот по краям осталось. Дальше я беру вот такие вот румяшки от Sleek в оттенке Coral 933 оттенок. Как же я обожаю снимать такой формат. Моя бы воля, каждый раз, когда я куда-то иду и крашусь, я бы снимала для вас. Вчера лежала, смотрела тикток и наткнулась на новость, которая меня просто поразила. Мои хорошие, у нас в Азербайджане буквально 4 дня назад произошёл случай. Для меня, как всегда, новости доходят слишком поздно. Случился такой шокирующий случай ограбления, что я была в шоке. Просто, во-первых, от тупости тех людей, которые пришли грабить. Во-вторых, от безбожества, так скажем, этих людей. Сейчас вам расскажу, в чём заключалось преступление. Я, если честно, сама была в шоке. Трое человек, одна из них девушка и два её подельника. Девушка была в хиджабе, представляете, она специально надела хиджаб, во-первых, чтобы это выглядело правдоподобно, во-вторых, чтобы камеры не зафиксировали её лицо. И решили они ограбить очень дорогой жилищный комплекс, где живут очень богатые люди. Но эти дураки даже не подумали о том, что такие жилищные комплексы оснащены большим количеством камер. Поднялись на тот этаж, на который они собрались грабить, постучали в дверь. Наверное, до этого они выслеживали свою жертву, выяснили, что она сейчас дома одна. Не знаю, как они это сделали. Возможно, у них были тоже ещё подельники, которые дали им сводку. Девушка в хиджабе постучалась в дверь и сказала, что она принесла садака. Садака, это знаете, что такое? Это когда человек в этот священный месяц хочет просто так кому-то, например, раздать мясо или какой-то ужин. Так делают очень часто. В этот священный месяц просто делятся своими благами, чтобы Бог это увидел, как просто добро, как просто так. И девушка объяснила, что она просто пришла ей дать садака. И, естественно, хозяйка дома открыла дверь и на неё напали. Сначала очень жёстким ударом оглушили её, ударили по носу и затем уже начали у неё допытывать, где же у неё в квартире лежат её миллионы деньги, где можно их взять. И оказалось, что в нынешнее время богатые люди не держат деньги дома. Очень странно, правда ли? Сейчас же 90-е, конечно, все же пачками деньги держат под подушкой. Реально настолько тупо с одной стороны. Они начали обыскивать квартиру, обыскали всё, не нашли ровным счётом ничего, только золото. И то немного. И были немного разочарованы. На три человека, когда делишь это золото, они-то ожидали миллиона увидеть. Вот я реально могу взять просто от себя. У меня мои денежные средства лежат под депозитом в банке. И элементарно даже у меня иногда не бывает денег дать курьеру. У меня настолько мало налички. Открою вам такую тайну, когда я получаю зарплату, я её получаю на карточку. И когда я эти денежные средства взимаю с карты в наличной форме, то я плачу комиссию в размере 1%. Мне это очень невыгодно, поэтому даже когда я делаю доставку еды, я всегда использую мобильное приложение. И оттуда у меня с карточки сразу вычитываются деньги без комиссии. И естественно, это безопасно. Зачем дома хранить столько денежных средств? И просто я удивляюсь этим грабителям, ведь они без особого опыта работы. На самом деле уже грабители тех 90-х, 80-х, 2000-х, так скажем, уже давно перешли на онлайн-режим, на интернет-платформу, уже придумали новые механизмы. Ну что, макияж у меня готов. Теперь я хочу выпрямить волосы. Вот такой вот у меня утюжок от Браун. Очень удобный. Когда я его купила, я еще не знала, насколько он классный. Вот эти вот кнопки мне мешали. Оказывается, здесь есть блок. И как вы знаете, откуда я это узнала? От подписчицы, потому что у нее точно-точно такой же выпрямитель. Такой вот макияж у меня получился и выпрямила волосы. Потому что вчера купалась, искупалась и легла спать с мокрой головой. Тогда я превращаюсь в барашка просто. Сейчас, значит, мне надо со скоростью света выбрать, что же я одену. Быстро упаковать твикса и выходить из дома, потому что я опаздываю. Хотя я думала, что я успею еще и позавтракать. Но нет, ничего подобного. Вернусь назад и начну снимать для вас мукбанг. Тут у меня вот такой порядочек. Здесь мои брюки любимые, которые я ношу чаще всего. Здесь то, что я ношу реже всего. Здесь ни туда, ни сюда. На улице дождик только усугубился, так скажем, а у меня висят вселетние вещи. Уже 1 мая, а все равно на улице очень холодно. Буду такая типа военная. Надену вот этот топик и вот эти брюки в обтяжку. Здесь такие карманы классные. Я вообще очень люблю эти брюки. Они очень классно подчеркивают фигуру, но надо было взять на размерчик меньше. Либо с прошлого года я немножко похудела, потому что, когда я делала порядок в шкафу, я их примеряла, и они мне немножко болтались в области талии. Ну все, вот что у меня получилось. Единственный минус это вот здесь нужен ремешок. Просто подходящего ремня у меня нету, хотя был в прошлом году. Сейчас я его уже найти не могу, не знаю, куда я его положила. Вот такой вот лук. Еще бы классный классический ремень. Я себе уже присмотрела на Шейн, жду пока посылка приедет. Если она удачно, нормально приедет, закажу себе ремень тоже. Вот. Любимая тема носочки. Возьму, пожалуй, эти. Хотя нет, это мамины. Давайте что-то интересное. Вот эти. Ну носочки какие-то так себе, если честно. Какие-то растянутые, странные. Один раз постирала, уже пора выбрасывать. Так, сумочку притащила, осталось найти своего дурачка. твикс-твикс-твикс-твикс. Сейчас он придет. Твикс-твикс-твикс-твикс. Слушайте, он так тет. Твикс-твикс-твикс-твикс-твикс. Ха-ха. Когда я говорю твикс, он делает так. Ха! Хайка, что ты хочешь вкусненькое дать? вы слышите это он не хочет у него плохие воспоминания с этим кусачком сладенький маме успокойся так я уже вынуждена с вами прощаться возьму с собой зонтик на всякий случай успокойся сладенький к врачу идем мы один уколчик сделаем и обратно спасибо что досмотрели это видео до конца я вас всех очень сильно люблю обязательно ставьте лайки подписывайтесь а я буду дальше стараться и снимать для вас очень много контента бушует конкретно всем пока